Павел Земляникин спрашивает, скажите, пожалуйста, чем отличаются нейтрально-дневные и ремонтантные сорта у садовой земляники? Одно это и то же или нет? Вообще, биологически нейтрально-дневные сорта земляники – это те сорта, у которых цветочные почки закладываются и при длинном световом дне в июне месяце, и при коротком световом дне в августе-сентябре. То есть у них идет непрестанно закладка цветочных почек. Вот наш сорт Любава, сорт Елизавета такого типа. Отличаются нейтрально-дневные сорта от ремонтантных тем, что у них плодоношение наблюдается и на маточных кустах, и на тех розетках, которые образуются на плетях. То есть беспрестанно, пока тепло, идет цветение у растения земляники такого типа и плодоношение. А вот ремонтантные сорта – это те сорта, которые в отличие от обычных сортов, у которых закладываются почки в августе месяце при коротком уже световом дне и пониженных ночных температурах, так вот у ремонтантных типичных сортов, у них закладка цветочных почек идет при длинном световом дне, то есть в июне месяце. И максимальный урожай при весенней посадке они показывают именно в сентябре, ну если тепло, то и в октябре месяце. Вот это ремонтантные сорта. Такой тип характерен для сорта Женева. Ну а на пакетиках, возможно, пишут, кто пишет ремонтантный, кто нейтрально-дневный, но надо просто помнить, что если у вас плодоношение идет на розетках, значит, это нейтрально-дневный сорт. Если плодоношение идет только на кустах, полноценно осенью и чуть меньше весной, то это сорт типично ремонтантный, как сорт Женева. Галина Батрончук спрашивает, надо ли клубнику поливать на зиму, как плодовые деревья и кустарники? Вы знаете, перезимовка всех плодово-ягодных культур напрямую и глубина промерзания почвы напрямую зависит от влажности почвы. Поэтому если осень была очень сухая, если земля пересохшая, конечно, и землянику, и смородину, и крыжовник рекомендуют подзимние, так называемые подзимние поливы, потому что влажная земля меньше промерзает, вы знаете, а сухая земля промерзает сильнее. Ну вот та же проблема, что и у нас на Брянщине в этом году. Зоя Бурмистрова пишет, что в середине октября в Подмосковье зацвела клубника, посаженная в прошлом году. Надо ли обрезать цветоносы, будет ли она цвести весной и так далее. Ну, не забывайте, что у садовой земляники, которую вы называете клубникой, в почве находится корневище. Корневище у нее разветвленное. Вот примерно как каждая развилка, как пальцы наших рук. То есть много-много развилок. Опять же, в зависимости от сорта. Если у вас сорт типа Кокинской ранней, у нее, ну, одна-две развилки всего. То есть один-два рожка. Если оба зацвели осенью, значит, вы остались без урожая. То есть на конце каждого рожка у вас цветочная почка. Но есть ведь сорта, которые имеют, вот как сорт Соловушка наш, сорт Витязь, они имеют 10-12 рожков. Ну, зацвело там один-два рожка дали цветонос, а остальные весной у вас заплодоносят. Поэтому не переживайте. Может, меньше урожай будет, но он будет. В этом году вот экстремально теплая осень привела к тому, что многие сорта зацвели. Даже они были обычные, неремонтантные. Но после затяжная влажная осень и плюс предыдущий сухой период стимулировал вот этот процесс. Так, Белоруссия, из Белоруссии пишут. Тоже в отношении теплой осени тоже зацвела обычная клубника. Что сейчас делать? Да ничего не делать. Цветоносы удалить. Конечно, все равно вот первые заморозки у вас уже подморозили эти цветоносы. Сказать, что на следующий год ничего не будет, я бы так не сказала. Еще раз повторяю, что если сорт имеет много рожков, то не все цветочные почки дали осенью цветоносы. Просто будет поменьше урожай. Раз растения большие у вас, кусты нормальные, лист крупный. Если не будет температур зимой без снега ниже минуса 15 градусов, я думаю, что урожай у вас будет. Не переживайте. Все цветочные почки на вот этих разветвленных рожках корневища, они осенью не зацвели. Тем более, что почки у земляники закладываются на концах корневищ неравномерно. Часть в августе, часть в сентябре. Иногда даже закладка цветочных почек, мы говорим, дифференциация, идет в марте, в апреле месяце. То есть в любом случае урожай будет. Но, повторяю, он будет более низкий. Еще тут один вопрос. Так, да, значит, сажали землянику пять лет назад. Так, сорт викода, я так понимаю. Да, первые два года был очень хороший урожай. Грядки меняли каждые три года. Брали усы с молодых растений. А вот таких урожаев нет. Так, вот я, по-моему, в прошлый раз тоже говорила, что посадили вы садовую землянику либо летом, либо весною, и в тот же год возьмите усы самых урожайных растений. Вот те растения, которые вам понравились, самых урожайных растений, берите розетки и отсаживайте. Не через три года. Не через три года у вас трехлетняя плантация, а вы там на трехлетней плантации нашли какое-то молодое растение и с него взяли розетку. Нет, почва уже за три года истощена, растения ослабли. Поэтому всегда, всегда берите рассаду, свою рассаду, те розетки, которые у вас сформировались в первый год плодоношения. И ведите так называемый клоновый отбор. То есть берите розетки самых урожайных кустов, там, где вам нравятся ягоды. Пусть это будет три-четыре розетки, но вы уже твердо знаете, что сохранится ваш сорт. Ну и потом уменьшение урожая может связано быть и с истощением почвы, с недостаточным питанием. Но это не значит, что сорт выродился. Не значит, что сорт выродился. При вегетативном размножении сорт не вырождается. Главное, чтобы брать рассаду с самых сильных урожайных кустов. И в первый год плодоношения, а не на второй, не на третий год. Когда растения уже ослаблены и болезнями, и вредителями, и температурными стрессами. Редактор субтитров А.Семкин